Все мы знаем, как тяжело бывает, обновив любимое приложение, привыкать к его новому интерфейсу. Даже немного передвинутая иконка может знатно потрепать нервы, но в конце концов и самый привередливый пользователь привыкнет к новой программе. То же самое сейчас происходит с освоением отечественных операционных систем школьниками Уждегутинского района. У ребят возникли вопросы, на которые поспешили ответить сотрудники Министерства цифрового развития, организовав семинар в школе Аула Гюрюльдиук. В ходе использования отечественного ПО немножко больше всего, скажем так, присутствует страх со стороны именно пользователей, потому что что-то новое. Фактически разницы с обычным ранее, которым мы использовали ПО, проблем нет. Министерство цифрового развития оттестировало несколько раз уже в длительный период времени. Программное обеспечение показало себя очень прекрасно, оно работает хорошо, проблем нет. И сейчас просто нам, нашим уважаемым коллегам, немножко нужно рассказать, подсказать. Семинар проходил сразу на двух площадках. На одной собрались ученики и директора школ. Сотрудники Минцифры рассказали им, с какими сложностями можно столкнуться при использовании отечественного программного обеспечения. И сразу подсказали пути их решения. Молодым освоение новой программы дается легче. Так, Мусака Ракетов с первых же минут начал уверенно работать в новой для себя операционной системе. В этих компьютерах так же легко, как и в Windows. Они не так отличаются от этих. Ну, тут чуть-чуть другой формат. А так они похожи. А на другой площадке семинар в формате «Вопрос-ответ» прошел для учителей информатики. Разговор получился продуктивным. Ведь каждая проблема, с которой сталкивается учитель, имеет свое решение. К слову, работают они в российской операционной системе «Альт-образование», которая может похвастаться не только простым и приятным интерфейсом. Он уже содержит в себе прикладные программы как для учителя, так и для учеников, младших классов, старших, средней школы. Также там можно включать и для высшего образования прикладные программы, там для программирования. И много пакетов встроено. Полная независимость от иностранных программ. Вот к чему шаг за шагом движется отечественная IT-отрасль. И уже сегодня можно смело сказать, что Россия начинает обретать цифровой суверенитет.